Это на натуральном газоне действительно наносится краска, а на искусственном газоне, вот я специально держу в руках, это кусочек нити. Эти нити делаются, пластиковые нити делаются на заводе белого цвета, и потом эти ленты вшиваются непосредственно в футбольное поле. Вроде невелика хитрость газон искусственно издестелить, а нюансов море. Один выбор спортивного ковра уже целая история. Это трава сербского производства, ну то есть, соответственно, европейская. Мы тестировали ее на горючесть, мы поджигали ее, мы выдергивали ее, мы очень много тестов провели. И коллективом, и дворца спорта, и в рамках работы Федерации футбола Ленинского района мы собирали людей, дискутировали, а какая трава будет лучше, а какая вот эта, вот эта. И тем самым мы выбрали самую оптимальную траву, которая была доступна нам по тем деньгам, которые у нас были, и при этом по качеству, которое мы хотели. Стоимость газона 9 миллионов рублей. Работы по его замене обошлись еще в 4 миллиона. По словам тех, для кого и была проведена реконструкция, деньги потрачены рачительно. Разница большая. Во-первых, травмоопасность была на том поле повышенная, потому что у ребят из-за покрытия мениски, боковые связки разлетались. Здесь травмоопасное покрытие было. Плюс мяч по-другому катится, вратарям полегче, потому что на том покрытии любой удар с отскоком, эта вся крошка летела в глаза, и как бы тоже не очень приятно было. Теперь здесь можно проводить игры самого высокого уровня. Газон сертифицирован Российским и Международным футбольными союзами. Изменились требования и к стадионному оборудованию, в частности ворота, теперь соответствуют всем самым современным нормам. Но чтобы почувствовать разницу между старым и новым покрытием, достаточно посмотреть на них вблизи. Это примятая и какого-то светло-зеленого цвета, это шелковистое и ярко-зеленое. Предыдущие ворота имели крючки задней части, и в принципе при прыжке вратаря он мог зацепиться этим крючком. Сейчас технология такая, что все крючки утоплены внутрь, и это снижает травмоопасность во время профессиональных занятий футболом. Это несколько другой металл. Раньше использовался более жесткий металл, и при попадении головой в штангу вратарь мог получить сотрясение мозга. Этот металл более мягкий, он будет гнуться, адаптированно реагировать на ситуации. На поле уже тренируются футболисты спортивной школы «Олимп», а заодно еще раз тестируют покрытие в условиях, приближенном к боевым. А к каким соревнованиям сегодня готовитесь? Какие ближайшие соревнования? Первенство России по МОС-области. Чемпионат России. А с кем будете встречаться? Мастер Сатурн, первый тур. А сколько уже тренируетесь на поле, и сколько вообще тренировок запланировано перед этой игрой? Ну, две недели фактически осталось до сезона. И все две недели будете тренироваться? Да, по два часа каждый день. На старом покрытии уже не поиграть в серьезный футбол, а вот для любительских и детских игр он еще вполне пригоден. Буквально перед нашей встречей мне позвонили из детского сада и попросили прямоугольничек 12 на 10, то есть порядка 12 квадратных метров, для того, чтобы мы постелили этот газон для деток, и детки будут дальше заниматься и развлекаться на этом газоне. То есть эксплуатация газона продолжится, и мы даем ему вторую жизнь. В середине марта нынешнего года на стадионе открыли новые трибуны и помещения для тренировок. Смена искусственного покрытия, которому 10 лет – следующий этап реконструкции. Но счастье было бы неполным, если бы ограничились только смены и покрытия на футбольном поле. Подлатали и беговые дорожки. Теперь здесь новенькие заплатки. Скоро нанесут разметку, и можно будет бегать, не опасаясь получить травму. Перерыв в тренировках у спортсменов был небольшой. Все предварительные и основные работы провели в кратчайшие сроки. От момента размещения аукциона до момента завершения работ прошло порядка двух с половиной месяцев. Сами работы заняли порядка 20-23-4 дней. Сейчас остаточные работы ведутся по восстановлению беговых дорожек. О важности спортивных объектов для развития любительского и профессионального спорта не раз заявлял губернатор Подмосковья. Работы по замене покрытия проводятся при участии Ассоциации и Организации спортивной отрасли Московской области. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова